Конечно, побаиваюсь. Вот этот вот человек, который приседает, анус чужого. И поставьте в стоп-лист. Вы так не сделаете, потому что вы слабый. Они не сделали комплектацию для такси. Камри в минималке двухлитровой стоит миллион семьсот. Я не знаю, что убого попросить. У меня все в этой жизни есть. Может, курочку, которая снести для концерна Киа сможет честь. Может, вилочку, чтобы с ушей снимать толстую корейскую лапшу. Может, вкуса вам немного дать, чтобы не хавали вы всю эту муйню. Киа-хейтеры напали на меня. Говорят, что я последняя скотина. Не, ребята, я не продаю вам говно под видом лимузина. Здравствуйте, добро пожаловать на канал Филавто. И сегодня по заявкам представительства Киа К5 в стольном городе Челябинск. К челябинцам всем огромный привет и огромная благодарность человеку, который сейчас стоит за камерой. Это владелец этого чудесного автомобиля, который мне не нравится. Скажу вам честно. Я, конечно, побаиваюсь сейчас говорить всю правду об этой машине, потому что мне еще в ночь ехать в Пермь. И я боюсь, что меня из Челябинска ребята не выпустят. Но я все-таки постараюсь своим подписчикам и зрителям рассказать про эту машину всю правду. Почему я встал с задней части? Задняя часть. Здесь, кстати, я даже, честно, я реально обескуражен. Я не знаю, с чего начать, потому что я уже был в салоне в Тюмени, в салоне Киа смотрел. Я не понимаю, с чего начать обзор этого автомобиля, но я скажу про заднюю часть. Вот это вот все, да, это страшный сон доктора-проктолога. То есть человек, который занимается, извините за выражение, самой интимной частью тела нашего организма. Вот это его самый страшный сон. Но я не знаю, что это. Как это они могли это все сделать? Ну, ну как? Ну я понимаю Stinger, да, я понимаю Sonata. Это еще все можно стерпеть. Но это что? Это, не знаю, ну, я хотел не материться, да. Я вот обещал владельцу Skoda Karog не материться. Но там автомобиль интеллигентный. Там еще можно позволить себе не делать этого. Но здесь, мне кажется, это фильм Чужой, вы знаете? Ну, я думаю, что многие смотрели. Мне кажется, это анус Чужого. Вот, вот, не дать, не взять. Вот владелец, кстати, уже здесь шильд заклеил, да. Он говорит, что стесняется название Kia. Вот. Я ему объясняю, что не надо. Если, ну, твой выбор Kia, ну, почему бы и нет? Ну, это шутка. Это так, чтобы обескуражить людей. У меня, кстати, отец, вот прикол, у меня отец называет этот автомобиль KIL. То есть он видит K-I-L. KIL, да. Я предлагаю представительству Kia поменять буквы. Просто. K-A-L. И это будет, мне кажется, прям идеальное название для многих автомобилей концерна Kia. Друзья, это максимальная комплектация, которая стоит 2 миллиона 200 тысяч. Уже здесь сделана шумка. Вот. Кстати, друзья, будет еще полный обзор, наверное, часовой от владельца этого автомобиля. Вот. Там рассказано все. То есть кто, если хочет купить данную машину, посмотрите, прям вот рекомендую посмотреть обзор и посмотреть бортовой журнал на драйве владельца данного автомобиля. Блатные номера, Челябинск. Ну, все вот как доктор прописал. Давайте, друзья, по дизайну. Здесь у нас, естественно, угадывается множество марок. И Stinger, и Optima, и Sonata. То есть здесь, в принципе, есть все. Панамера. Панамера. Вот, кстати, владелец поправляет Панамера. Вот. И многие думают, что это лифтбэк. Ни хрена. Это обычный седан. Причем такая реально убогая крышка багажника. Я вот когда в салоне смотрел, ну, это просто жуть. Давайте вот сразу его откроем. А. Кстати, почему я рекомендую посмотреть обзор владельца? Потому что мы здесь немножечко там, ну, 56 дублей сделали, чтобы открыть багажник. Вот. Поэтому посмотрите, как все это дело открывается. Мы, естественно, не будем углубляться в эти все темы. Машина действительно, да. Ну, как бы я не буду врать, она напичкана электроникой. Причем многие говорят о том, что эта электроника, допустим, в европейцах стоила бы там, ну, больших денег, короче говоря. Но мы здесь не имеем кнопки багажника. Вот что самое прикольное, за 2 миллиона 200. Вот. Багажник огромный. Здесь такой легкий творческий беспорядок. Это вот все владелец перетащил со своего прошлого автомобиля. Вот. Ну, кнопки нет. То есть вот и такая вот убогая у нас крышка багажника. Ну, блин. Еще вот эти вот дуги, которые, да, у нас скрадывают пространство. Сиденья мы можем раскладывать. То есть с этим делом все нормально. Давайте мы посмотрим, что у нас здесь. Картонка. Супер. Здесь у нас полноразмерное запасное колесо. Блин. На литье? Да. На литье. И даже, а, ну, даже говорю. Вот, кстати, это же уже ваша, да, тема? Вот. То есть, друзья, вот это вот в новом автомобиле этого не будет. Поэтому можете даже не обольщаться. Немножечко приберемся здесь. Вот. Багажник огромный. Не дать, не взять. Кнопки нет. Хреново. Вот. Эмблемы тоже нет. Переходим к передней части автомобиля. Передняя часть К5. Это, вот мне кажется, на переднюю часть будут дрочить перекупы Владивостока. Вспомните 98-й год, когда были у нас... Я, кстати, хотел сделать обзор на Mitsubishi Gallant. Вот, кстати, мне повезло. Мне повезло просто в тройне. Вот, соответственно, Владивосток, привет, друзья. Помните, да, 2000-е годы, когда вы гоняли Gallant? Не знаю, в Сибирь гоняли, не гоняли, но ладно, хрен с ним. Вот. Камера у нас здесь есть. Все нормально, да. Вот такой вот видок. Кстати, смотрел некоторые обзоры на К5. Вот посмотрел Академика, да, он там где замерял. Ну, как, вскользь там на перемотку. Потому что я со своих-то обзоров, я вот на монтаже, мне уже, ну, тянет уже рвотный рефлекс. А чужие я вообще практически не смотрю. Так вот, друзья, смотрел еще обзор Елены Лисовской. Елена, вам пламенный привет при всем моем уважении к вам. Что за фраза представительства Kia поставит вас в стоп-лист? Это что такое вообще поставить стоп-лист? Я вот предлагаю вам сделать так. Кто сейчас главный по Ютубу? Вот этот вот человек, который приседает, да, много раз. Вы соберитесь вместе и поставьте в стоп-лист все представительства, которые находятся в России. Я как-то был в Москве вот последний раз. Я залез на территорию представительства Джак и сфоткал там, точнее, сделал видео новых седанов Джак. Так вот, я, кстати, по поводу сразу не отходят кассы. Задняя часть похожа на седан Джак китайский. Непонятно, кто у кого срисовал. То ли Джак у корейцев, то ли корейцы у Джака. Так вот, мне представитель, приятная девушка, да, я не знаю, может быть, вы влюбились в меня там при первой нашей встрече, или может быть там еще чего-то хотите. Да вы сразу мне это скажите. Зачем вы присылаете мои данные паспорта и говорите, что вы подойдете на меня в суд, напишите в милицию заявление, что я пробрался на территорию и сфотографировал ваши никому не нужные Джаки. Так вот, друзья, Елена Лисовская, я предлагаю собраться всем блогерам вашим московским и поставить все представительства в стоп-лист. Ну, вы не сделаете так, да, ни Миша Кульдяев, ни Елена Лисовская, ни Зедрайв, Вася, вы так не сделаете, потому что вы слабые. Вот, вы зависите от представительства, поэтому вы никогда так не сделаете, чтобы поставить пресс-парки в стоп-лист. Вот когда они будут со своими машинами сидеть в Москве, да, никому не нужными, тогда они будут вам звонить и будут говорить. А тут они выставляют какой-то Ситроен замшилый, выставляют мне какие-то правила о том, чтобы я снимал его Ситроен, не сравнивал с китайцами, не матерился на обзорах и так далее. Ребята, вы очнитесь, и после того, как они посмотрят мой обзор на Ситроен, возможно, они подумают, дать ли мне Opel. Да мне ваш Opel вообще никуда не упирался, я вам честно могу сказать, его вообще смотреть никто не будет. Он наберет, на моем канале он наберет, ну, максимум 500 просмотров. На канале Лаздина Паша он наберет, ну, тысяч пять, например. Опять же, допустим, по просмотрам, вот вы даете Кульдяеву, да, а вы вообще понимаете, что подписчики, количество подписчиков ничего не значит. Главное, это вера. Если нет веры ведущему, то эти тачки, ну, они будут просто восприниматься, как просто веселые картинки. Вот, я вам могу сказать про эту машину, что она не стоит 2 200, вот. И, кстати, еще вот есть замечание, что вообще минимальная комплектация К5 стоит миллион 500, грубо говоря. И вот они пишут, что теперь в такси эти машины не будут. Ребят, в смысле, они не сделали комплектацию для такси. Вы вообще о чем говорите? Камри в минималке двухлитровой стоит миллион 700, они есть в такси. Почему вы думаете, что вот эти машины не появятся в такси за миллион 400? Я не понимаю, вообще вы чем думаете, головой или жопой? По-моему, я про дизайн все сказал. Дизайн бомбический. Дизайн бомбический. Ребята из представительства молодцы, вот, что они вот дают только вот таким вот блогерам, ну, с большой аудиторией, да. Никому не нужны, в принципе, которые просто смотрят на эти машины, как на картинке. По моторам. Открывать капот не буду. Это для того, чтобы вы посмотрели обзор владельца. Вот, мы там откроем капот и мы там все посмотрим. Мотор там большой, кстати, я могу сказать. Есть даже вот на этой штучке, которая закрывает на плите, есть кусочек шумки. Вот, поэтому, вот, друзья. Здесь у нас все, как говорится, по старинке, да, Hyundai Kia. То есть, 2 литра, либо 2,5, которые они придумали из 2,4, переработали и подали нам, типа, как бы, ну, все новенькое. 194 силы. Но, опять же, есть у нас очкастый блогер, да, который якобы нам показал, что здесь ни хрена даже не 150 сил. Вот, не знаю, верить ему или нет. Если у меня будет такая возможность, я обязательно в Москве проверю. Григорию из представительства огромный привет. Гриша, ну, я же говорю, что я найду К5, а? Ну, что ты выеживался, как какая-то девочка? Ну, дал бы мне, я хоть немножечко мягче бы снял бы его. Ну, рассказал бы там о каких-то своих отрицательных там моментах этого автомобиля. Но сейчас я расскажу всю правду. Ваша тачка говно. Что у нас по поводу салона? Салон действительно, действительно, напичкан изрядно. Вот, но, как у них была кожа с закосом под дермантин, под солдатский кирзовый сапог, который уже прошел там, не знаю, сколько походов, так он и остался. То есть, ну, кожа такая должна быть. Кстати, я в Ягуаре смотрел, ну, кожа, ну, ну, практически такая же. Ну, только Ягуар стоит 3 700, а эта тачка стоит 2 200. Поэтому, слушай, мне кажется, я уже начинаю немножечко нахваливать ее. Что-то, блин, это не то. А мне еще, я еще для прикола. Я вчера снимал Джили Кулерей, да, ну, так вот так же вот выглядел, да, вот эти вот любимые моей супруги брюки. Вот, я что прикалываю, что по поводу сбора. То есть, человек, который приседает, чтобы всех собрал блогеров, вот, и забил это дело на представительство. Мне кажется, сейчас некоторые посмотрят, скажут, ну, чувак вообще с дыркой в кроссовках какой-то вообще. Откуда он вылез? Такие дает советы топовым блогерам всея Руси. Да как кто, кто, если не я? Ну, кто, если не я? Послушайте меня, поставьте их в стоп-лист, все эти представительства. По посадке, сейчас прокатились с владельцем, ну, отлично, идет хорошо, тем более он сделал всю полностью шумку. Вот, рулится, в принципе, неплохо, но мы сейчас попробуем. Если, ну, точка кипения у владельца не начнет раньше, то мы, я, в принципе, думаю, что мы еще прокатимся. И я уверен, что я увижу динамику ту же, которая была и в Санате с мотором 2.5. Ух, хорошо пошло. Опять же, смотри, вот у нас, вот это вот, я думал, как рассказать о вот этом вот, вот этом вот куске слюды, да? Ну, может быть, это типа засохший гудрон, так, ну, блестит, который пожевали. Многие же жевали гудрон в детстве. Вот, может быть, это, это? Я не знаю, зачем это так сделано, вызывающе, для чего это? Ну, можно было что-то другое сделать. Как-то, может быть, не знаю, заднюю часть, допустим, чтобы она не была похожа на анус чужого. Как-то немножечко ее облагородить. Но, тем не менее, они решили вот напихать вот такую вот стекляшку здесь, да? Если, допустим, в целом брать по машине, ну, автомобиль, в принципе, такой складный. Вот. За 2.200, ну, наверное, я бы выбрал именно Mazda 6. Вот. Или, может быть, купил бы Camry, но немножечко в другой комплектации. Чуть-чуть там, ну, подешевле, наверное. Так вот, друзья. Ну, про пластик мы, естественно, не будем говорить. Пластик это то же самое. Кстати, вы можете посмотреть мой обзор на Hyundai Sonata. Вот. Там количество дизлайков реально превалирует над количество лайков. Это о чем говорит? О том, что обзор действительно правдивый. Вот. Кстати, друзья, вот у нас еще вот, опять же, да, вот кусок гудрона засохшего. Нет, слушай, это, мне кажется, слюда, как это называется-то, ну, где-то в Магнитогорске, может быть, добывают в шахту вот эту штучку и делают. Ну, где-то, да, где-то, наверное, да. Как же это сказка-то это называется? Хозяйка Медной горы. О. Так вот, ну, кстати, мы с владельцем заметили, что, что здесь мягенько, да, что на задней части мягенько, то есть здесь они, в принципе, не поскупились. Но это же все-таки бизнес-седан. И, кстати, допустим, автомобили, которые шли на Корею, они не имеют вот этого, вот этого вот драчилки, да, от Stinger. Вот здесь у нас есть, стоит шайба. Здесь они опять для российского рынка немножечко сэкономили. Как там у нас, все нормально? По задней части мы уже прошлись, да. Сделано оно, естественно, оригинально. Молодцы. Трубы у нас выхлопные. Одна труба спрятана вон там вот. Вот эти вот, я не знаю, что это такое, но, наверное, какая-то просто обычная декоративная вставка. Давайте, друзья, посмотрим задний ряд. Бизнес-седан. Кстати, я все никак не могу забыть, когда мне девочка одна, маркетинг-тия в городе Омске, сказала, а вы не гоняйте на Optima, это бизнес-седан, он не должен быстро ехать. Друзья, задний ряд сидений. Здесь действительно очень много места, и прям под такси эта тема прям будет вообще хороша. И я думаю, что какой-нибудь манагер у дилера, который работает по корпоративным продажам, он, сука, договорится с таксопарком и 100% штук 50 толкнет вот этих вот новых Kia. Вот прям следите. Я думаю, в такси эти тачки появятся. Через полгода минимума только подходит. А, через полгода. Только 2,5 ма тоже. Ну, я думаю, что в России все решает откаты. Так что я думаю, что она появится немножечко раньше. И появится у какого-нибудь Марата, который занимается таксопарками в городе Москва. А может быть и в каком-нибудь другом городе. Так вот, друзья, у нас здесь стоят дефлекторы, да. Моя нелюбимая вот эта вот планшета пластиковая, да. И вот такие вот у нас есть, ну, совсем не функциональные кармашки. Вот здесь у нас, опять же, вот, кстати, владелец говорил по передним вот этим вот подстаканникам, под бутыльником. То есть, нихрена туда не залазит. Вот, только вот какие-то, может быть, тряпочки, которые ты будешь использовать для того, чтобы протирать вот эту вот слюду, которая добыта в Магнитогорске. Вот здесь мы уже сказали, что здесь все мягенькое. Прошивочка у нас натуральная, не как Kia Sorrento Prime. Ну, сделано все, конечно, ну, конечно, молодцы. Вот они постарались. Смотрите, друзья, подлокотник, самое главное, да. То есть, здесь он сделан, в принципе, как и, я не знаю, ну, в каком-нибудь бюджетном Солярисе. Они, мне кажется, даже похожи. Вот почему, интересно, за миллион пятьсот я могу взять там какого-то китайца, ну, с нормальным видом, да, внутри, а за два двести я не могу взять Оптиму с нормальным подлокотником. Ну, я не знаю. И, кстати, я зашел в салон, когда, там вот эта вот штучка, вот эта вот резиночка, да, которая тормозит. И вот просто вот так вот снимаешь, она отклеивается. То есть, ну, как бы это нормально. За два двести. Честно вам скажу, ну, это действительно неподъемная сумма для многих людей. Два двести. Вот. И покупать вот эту вот тачку за такие огромные деньги, которые даже не имеют сенсорного закрытия, ну, открытия дверей. Ну, друзья, вы охренели, я вам могу сказать. Самое главное, давайте прокатимся. И уже на ходу мы посмотрим и оценим этот мотор в 2.4-2.5, 194 лошадиные силы. Наверное, мы прям вот, прям в движении сделаем выводы. Потому что, ну, выводы здесь, судя по моим брюкам, выводы здесь сделать нужно быстро и рвать когти в перьем. Так. Ну, и здесь, естественно, ручная резина на руле. Педали с металлической. Ну, молодцы. Старт-стоп. Так. Все это дело завели. Еще раз, друзья, посмотрите обзор, потому что мы с владельцем здесь все обмусолили, посмотрели, что как, куда, что включается и так далее. Вот. Здесь у нас, ну, естественно, начнем с того, что у нас здесь есть панорамная крыша, причем она огромная, которая и можно даже и пассажирам в нее смотреть. Но мы не имеем здесь очечника. Есть здесь вот эти вот приблуды, которые руками можно, да, вот эти сенсорные темы включать-выключать. Вот. Подогревы сидений с вентиляцией, с зарядкой, которая заряжает беспроводной, да. Ну, круговой обзор. Сразу камеру тестим. Хороша. Прям вообще хороша. Никакой зеленистости, ничего нет. Ну, за 2200 она должна быть нормальной. Отлично. Мне нравится. Камера хорошая. С этими, как их называют-то, с разметкой, да, из головы вылетела. Девушка пошла. Ну, ладно. В принципе, это нам, как бы, наверное, не самое главное. У нас есть лепестки, ну, электроника и тачка реально напичканы. Тут не дать, не взять. Вы можете там... Я вам рекомендую сходить в салон и просто почитать комплектации, потому что вот это вот все пересказывать, но это не наша тема. У нас обзор совершенно про другую, обзор другой специфики. Память сидений у нас здесь есть. Стеклоподъемники, автоматы, причем только на водителя и, соответственно, пассажира сэкономили. Молодцы. Вот. Ну, естественно, здесь у нас красное дерево, ну, то есть, как бы, все должно быть. Здесь у нас дубовое. Ну, вот, кстати, многие говорят, да, на каком автомобиле я езжу? Я езжу на стареньком Hyundai Accent 2004 года. Он имеет такую же панель, как вот здесь вот. Да с какого перепуга-то? Я вообще не понимаю. Многие просто спрашивают, почему, на чем ты ездишь? Я не знаю, что дает им ответ на это. Некоторые люди рассуждают о космосе, о Солнце и так далее, но они же не являются космонавтами. Ну, слышно какие-то шумы впереди, несмотря на то, что уже сделана шумоизоляция. Что-то как-то где-то шуршит или хрен его знает, что. Багажный. Ну, вот здесь вот что-то, мне кажется, какая-то вибрация. Что-то что-то. Ну, такой благородный рык прямо. Так, дяденьки, отойдите. Ну, там тетеньки сидят. Курица. Ну-ка. У-у-у-у, тема. Корейцам привет. Я-то думал, я реально опасался, что автомобиль будет действительно, ну, другим. Эко, да? Так, а где он здесь включается? Ага. Так, спорт. А, все, ставим спорт. Я-то думал, что... Сейчас мы на спорте попробуем, но я думаю, что тот же самый эффект будет. Я-то думал, что будет все по-другому, но... Я теперь спокоен. Вот моя душа прямо реально спокойна. Я понял, что ни хрена не меняется в этой жизни. И у корейцев стабильность – это главное слово. Как этот мотор орал, так он и орет. Может быть, даже... Может быть, здесь, конечно, он не обкатан еще, но тысяча уже проехана. Ну, наверное, я думаю, что больше, тысяч пять, наверное. Но, тем не менее, я чувствую, что все-таки... Ну, молодцы корейцы. Ну, вот они в своем репертуаре. Ну, как хотели они наеживать россиянина, так они и наеживают. Эх, хороший автомобиль Kia Optima-K5. Это был канал Филавто. Всем удачи и пока.